Последний раз Руслан Ермаков выходил на связь 26 июня. Тогда он сообщил маме, что поехал в Нижнекамск. После о нем ничего не слышно. Родственники забили тревогу. Близкие Руслана обзвонили всех, с кем мог находиться молодой человек. Однако никто ничего не знает. 27 числа у родственников появилась надежда, что с Русланом все хорошо. Ночью молодой человек появился в социальной сети, но на связь так и не вышел. Тогда сестра пропавшего обратилась за помощью к нижнекамцам. Пропал не выходит на связь с 26 июня. В интернете был 27 июня ночью последний раз. Телефон мне отвечает мой братишка Ермаков Руслан Альбертович. Все, кто знает его или недавно видел, напишите, позвоните. Родители беспокоятся, друзей всех обзвонил и писал, а никто ничего не знает. Если есть хоть какая-то информация, то, пожалуйста, позвоните. Добродушный, скромный и очень ранимый. Знакомые Руслана отзываются о молодом человеке. Только положительно. Так характеризует молодого человека его преподаватель хореографии. Несколько лет он занимался танцами. Он очень крепкий сам по себе, спортивного телосложения. Я, по крайней мере, не замечала, чтобы он употреблял вообще что-либо изменяющее сознание. Вообще ничего. То есть там даже об алкоголе речи не было вообще. Не то, что там что-то. Он даже и не курил, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, по-моему, не курил, потому что он серьезно занимался. И сказать, что он вспыльчивый какой-то был, я бы не сказала. Наоборот, был шуроновешенный, я бы сказала. Такой, ну, такой вот, такая вот сейчас у нас молодежь, которая учится, которая занимается собой, которая развивается. Там вот девушки, он ранимый по поводу девушек был, очень тонкая натура. Внешне это крупный, здоровый, сильный, а внутри очень хрупкий. Если вы обладаете информацией о местонахождении Руслана Ермакова, просьба обратиться в полицию, либо напрямую к родственникам, номер телефона вы видите на своих экранах. В день пропажи парень был одет в джинсовые шорты, черные кроссовки. На груди имеется татуировка в виде кисти. Регина Сулейманова, Рафаэр Акипов, Новости НТР.